Да, я всех приветствую, на связи Ирина Хлиманенко, и я являюсь официальным представителем Лауры Сильвы и также преподавателем на масштабном курсе изучения метода Сильва. И сегодня у нас в гостях Кристина, которая прошла и практически сейчас уже заканчивает масштабный курс, и Кристина согласилась в интервью поделиться своими результатами. И Кристина, да, добрый день. Добрый день. Я очень благодарна и рада, что вы готовы именно вживую рассказать, как изменилась ваша жизнь. Четыре месяца проходило обучение, и давайте тогда начнём с вашей точки А, где вы были четыре месяца назад, если вы помните, и почему вы решили прийти на масштабный курс? Ну, на самом деле у меня тогда, я чувствовала себя, что я вообще не понимаю, кто я, что я, чего я хочу, где я нахожусь, куда мне стремиться. Была в очень большом стрессе, была в очень большой тревожности. Плюс ко всему этому у меня была бессонница уже, ну, больше десяти лет, наверное. То есть без снатворного я не спала вообще. В принципе, я иногда не спала даже и со снатворным. Вот. Наложилось всё это на депрессию. То есть у меня был, наверное, я сорвала джекпот. Как я вообще узнала про вас? Мне сказал про метод Сильва один мой знакомый уже, наверное, лет, тоже больше десяти лет назад, что вот есть такой метод, обязательно поищай, обязательно попробуй. Это изменит твою жизнь во всех отношениях, во всех сферах. Ну, я, как, наверное, и многие, услышала что-то в одно ухо, и оно у меня вылетело из другого уха тут же. Но как-то отложилось название метода Сильвы. Вот. И потом, прошлым летом, я просто уже не знала, как изменить свою жизнь. Я просто не знала, потому что всё, что я думала, что я могу сделать, я уже сделала, а жизнь, она не меняется. Вот. И тут буквально случайно попалось мне на глаза, что вы будете проводить трёхдневный бесплатный марафон по методу Сильва ознакомления, какие-то практики. И я подумала, что это просто знак с небес, от Вселенной. Я тут же записалась, естественно, на этот марафон. Ну, и по окончанию, естественно, записалась на курс, потому что я уже после этих буквально нескольких дней, нескольких часов занятий, я почувствовала, что это хорошее, интересное дело. И чувствую я себя лучше, и подумала, что если после такого короткого времени я себя уже чувствую лучше, то, наверное, после четырёх месяцев будет вообще всё по-другому. Поэтому я и записалась, и вот, и заканчиваю сейчас. Да, здорово. Расскажите, как проходило вот именно, может быть, обучение? Было легко, было непонятно, было тяжело, и хотелось ли бросить? Я, на мой взгляд, смогла бы сказать, что было достаточно просто. Для меня, по крайней мере, было всё понятно, а если что-то непонятно, то всегда можно задать вопрос, и тебе на него ответят буквально тут же или через пару часов. Мне было очень интересно. Я не могу сказать, что у меня было желание бросить, у меня, наоборот, было желание делать. Потому что буквально через две недели, две-три недели, когда мы начали снижать стресс, он начал у меня снижаться, и я начала спать без снотворного. И это было потрясающе. Вот это самое потрясающее. Потому что, когда ты плохо спишь, ты чувствуешь себя на следующий день отвратительно. И это происходит день за днём, месяц за месяцем, год за годом. И когда начинаешь просто нормально спать, и просыпаешься утром, и у тебя нет тумана в голове от таблеток, это уже огромное-огромное изменение в жизни. И то, что я поняла, что я могу реагировать на стресс по-другому, я могу как бы... Мы изучали техники, как можно побороть стресс. И для меня это стало просто откровением, потому что раньше я просто об этом не знала. Я впадала легко в панику, у меня начиналось такое, что, а, боже мой, что же делать, что же делать? Как будто мир вокруг рушится, и у меня стало возникать... Очень стыдно об этом говорить, но стала возникать проблема, что я стала снимать стресс с алкоголем. Потому что я не знала, как ещё по-другому побороть вот этот страх, ужас и чувство потерянности. То есть случается какая-то даже маленькая вещь. Я начинаю, а, где же бар, мне срочно нужен стакан вина. И получается, что я пила практически каждый день, ну как, не сказать, что много, но всё равно это влияние алкоголя, влияние отрицательное на организм, на психику, да? То есть это всё закручивалось в негативную спираль, и всё это, что по-нисходящей, хуже, хуже и хуже. После того, как я поняла, что стрессом можно руководить, да, можно побороть, превратить в что-то другое, половина проблем просто, они, они исчезли. Пить я практически перестала, вот на Новый год бокал шампанского, да, выпила, а так как бы даже не, ну, потому что зачем? Если стресса нет, то и пить не зачем. Сплю хорошо, это я уже сказала. Самочувствие физическое хорошее, снова появились силы ходить в спортзал. Ну, таблетки, таблетки от депрессии, я была как бы, где-то с октября я была на минимальной дозе 20 миллиграмм в день, а сейчас последние две недели я делю эту 20-миллиграммовую таблетку на две, пытаюсь как бы плавно уйти, соскочить, да, пока всё идёт по плану. Здорово, то есть самые большие произошли, но это и нормально, я часто говорю, что если есть проблемы с телом, то мы в первую очередь решаем проблемы с телом, это именно сон, это именно уровень стресса, это именно в нашем случае настроение, да, то есть мы уходим от антидепрессантов, и когда у тебя проясняется сознание, когда ты понимаешь, что ты своим телом можешь управлять, тогда можно уже брать другие, более глобальные цели. По физическому вот ещё, ну, это, конечно, наверное, не самая глобальная цель, у меня на фоне антидепрессантов и приёма алкоголя, вот это вот всё, увеличился вес буквально за год на 15 килограмм, это было ужасно, на самом деле. Для человека, который был в форме хорошей всегда, это вот это вот то, что я видела в зеркале, это было сначала программа, у меня была цель похудеть, ну, и вот как следствие, что снизился стресс, который сам по себе, да, влияет на набор веса, снизилось потребление алкоголя, я стала заниматься спортом, записалась на программу трёхмесячную тоже по изменению пищевых привычек, не 20, не 30, но, извините, за 4 месяца это первый шаг, я считаю, что неплохо. Пожелание тем, кто раздумывает, думает, идти или не идти на курс, что вы скажете этим людям? Не думать больше и записываться, идти, потому что это реально, оно в вашу жизнь изменит не только вот в одной какой-то сфере, да, одна сфера потянет за собой другую сферу, которая будет тянуть вас вверх, одно за другим, одно за другим, вы просто, когда вы вспомните себя, который, какой вы были перед приходом на программу, да, и после того, как вы закончили эту программу, вы просто очень сильно удивитесь. Поэтому эта идея, на самом деле, замечательная, заполнение анкеты перед программой, чтобы наглядно видеть. Да. Всего 4 месяца, но результаты просто колоссальные. Супер, спасибо. Вам спасибо, Ирина. Без вас бы, без вас бы я, я бы так и сидела, наверное, в уголочке страдала. Хорошо, все тогда. Спасибо, обнимаю и желаю всего самого наилучшего. До новых встреч, Кристина. Ирина, спасибо вам еще раз. Мы, я верю, что мы еще обязательно встретимся. И надеюсь, даже вживую. Да.